МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую на моем канале Jabbix. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Сегодня у нас опять продолжается тематика LED-фонарей. Это, наверное, самый яркий фонарь, который только был у меня на обзоре. Модельчика BL-L6P90. Он побольше предыдущих, но он очень яркий. Реально, здесь угол обзора просто шикарнейший. Чувство, когда вы сидите этим фонарем, чувство, что вы где-то сидите за рулем какой-то хорошей иномарки с хорошим освещением, LED-освещением. Значит, модельчика BL-L9P90 заряжается, опять-таки, от прикуривателя, от розетки, как угодно. Два аккумулятора, ну, сами понимаете, мощность большая. Хороший LED-диод, светит опять заявлено 1000 метров, но здесь просто большой угол обзора. То есть угол влево и вправо, он очень широко светит. Сейчас мы откроем вот эту коробочку, посмотрим, что идет в комплекте, как он выглядит, как он светит. Кто не подписан, подписывайтесь. Кого заинтересует данный фонарик, пишите в комментариях. Я вам ссылочку брошу, если вам интересно. Ну и, конечно, говорите, что с YouTube от Jebix, возможно, будет небольшая скидка. Приятного просмотра, поехали! Итак, ребят, фонарик B90, а точнее BL-L6P90 идет вот в такой коробочке. Уже коробочка побольше. Здесь, естественно, есть зум. Здесь у нас сразу изображение. Если вы видите вот такое изображение, это что LED-диод. То есть светит на LED-диоде P90. Давайте откроем коробочку. Она, опять-таки, магнитная. Открываем нашу коробочку. И вот здесь мы сразу видим этот фонарик. Здесь мы видим фонарик, здесь мы видим модель, здесь комплекты и так далее. Заряжается он, кстати, есть выход USB. Достаем наш фонарь. Он побольше остальных. Вот такой формы, не знаю, это, опять-таки, на любителя. Здесь надпись XBEL-BL-L6P90. Вот таким вот образом выглядит огромнейшая линза, огромнейший диод, очень стильно. Здесь находится уже кнопочка не здесь, а вот здесь. То есть вот раньше в прошлой модели у нас здесь была кнопка, теперь она переехала сюда. Опять-таки, на любителя. То есть кому-то интересно и удобно здесь, кому-то здесь. Опять-таки, это уже каждому свое. На задней части у нас находится выход под microUSB. Можно заряжать, то есть наши аккумуляторы, сразу не вытягивая их с самого фонаря. Это тоже как бы удобно. Но, в принципе, мне без разницы. Или выход USB, или выход под розетку, или прикуриватель, без разницы. Ну, по сути, если USB, то тоже с прикуривателем можно. Ну и на конце диода у нас идет вот такой шнурочек с регулируемой... Регулируем... Короче, шнурок, который можно регулировать. Вот. И можно надеть на руку, чтобы фонарь не потерялся. Хотя, такой фонарь тяжело потерять. Он-то достаточно тяжелый. Он полностью металлический. Опять здесь... От компании BL... У всех фонарях... Это классная компания. У всех фонарях есть везде уплотнительные резинки, которые не позволяют попадать влаге внутрь фонаря. Откручивается вот таким вот образом... Кончик... Или как правильно? Крышечка, наверное. Фонарика здесь у нас две. Ребят, здесь у нас две батарейки с специальными вот такими цилиндрами, чтобы они не болтались. XBL от компании XBL. И модель... То есть на 8800 мАч. Две штуки, потому что фонарь мощный, диод мощный. И один просто бы не смог это вывозить. Вставляем вот таким вот образом. Кстати, смотрите. Вставляется вот этим туда. Это зачастую так оно всегда. Потому что многие просто вставляют неправильно батарейки, думают, что они сели или там думают, что просто не рабочий фонарь. Вот видите, вот таким вот образом все это дело вставляется. Вот, вставили. Ну и, собственно, закрутили. А это дело все металлическое, прижимается очень плотно и очень качественно сделано. Вот такая большая, ребят, линза, которая здесь регулируется. Опять-таки, можно убирать луч, выбирать вдали или поблизу. Ну, дальше в комплекте microUSB на USB для зарядки фонарика. Ну и два, опять-таки, два переходничка под батарейки. То есть, три микропальчиковые батареечки в один, три в другой. В итоге шесть штук. Можно вставить и использовать этот фонарь на обычных батареечек. На обычных батарейках. Дальше, собственно, включаем наш фонарь. Ну, он очень сильно светит. Очень сильно. Если мы еще раз включаем, он начинает светить меньше. То есть, всего четыре режима освещения. Смотрите, один раз нажимаем, он светит. Второй раз нажимаем, он... То есть, яркость падает на 50%. Третий раз это у нас стробоскоп. То есть, получается, он очень быстро вот таким вот образом моргает. То есть, 100%, 50% и просто стробоскоп. И в четвертое положение это выключить. Угол обзора этого фонаря просто потрясающий. Реально, он очень сильно светит влево и вправо. Вот вы находитесь, например, вот я свечу, смотрите, перед камерой. Видите, он засвечивает практически весь стол. Это очень классный фонарь. Но, опять-таки, кому это будет удобно. Если, допустим, возить в автомобиле, это да. Хорошо. Если, допустим, в рюкзаке носить, тоже неплохо. Ну, в принципе, если в карман, то, конечно, он огромный. Но, опять-таки, мы за это получаем, за размером мы получаем очень большой угол свечения. Он очень яркий. Просто реально не передать, какой он яркий. В общем, ребят, вот такой фонарик XBELL BLP70. Кому интересно, и в комментариях пишите. Кому, что непонятно, в комментариях тоже пишите. Спрашивайте. Кому интересно, пишите. Ссылку вам оставлю. И говорите, что вы с YouTube от JABIX. Вам будет небольшая скидочка. Так что подписывайтесь. Чтобы не пропускать ролики, ставьте колокольчик. У меня есть промокод. То есть, вы можете по ссылке перейти промокоду от JABIX, а будет вам скидка. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале JABIX. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok